И вдруг кто-то корректирует, она меняет траекторию, мало того, что мы думали, что входя в атмосферу, он говорит, плотные слова атмосферы, если там не тот угол, сгоришь, и меняет угол, и он входит, ну как, говорит, кто-то специально все сделал, и он входит, и все нормально, все, говорит, и там, ну он, естественно, там катапультировался, потому что не было туда посадки, и он все нормально, катапультировался, все хорошо, и там была такая, когда он сел на поле, парашютист, все прочее, парашют он отстегнул, все, в своем костюме, ну костюм это такой, знаешь, необычный, и идет тетка с девочкой навстречу, он, здравствуйте, она, здравствуйте, девочка молчит, он, я, вот, вы видели, да, а там многие уже видели, как, вы видели, она ему отвечает, больше не летай, и ушла. Это он сказал вот этому, Виктору, моему другу, он потом сказал, он много говорил какие-то вещи, о которых, вот и жена говорит, что вообще, чтобы это никто не знал, что там было, что с ним, чего, он так и унес с собой, больше не летай, вот она, эта тетка сказала, больше не летай. Полетел даже на самолете, и все, он же до этого, после этого, он самостоятельно не летал, там вообще бы им знаки такие посылались, то есть, например, он, он встал, все нормально, все было, Серегин его друг, этот полковник, тоже герой СССР, вот, и он встал, уже пошел, все, туда-сюда, ну я, говорит, пошел там, ну, просто учебный полет, это учебный полет на, на спарте, два аса, ну, о чем там говорить, как они могут разбиться, два аса, да никак, самолет вот такой, то есть, его очень трудно разбить, и он, когда уходил, уезжал на аэродром, он вернулся, жена спрашивает, в чем дело, Юр-то, он говорит, я забыл свое удостоверение, она говорит, так, ну, черт-то тебе там удостоверение, там все под козыреками, нет, я всегда беру удостоверение с собой, уже, это знак, не надо, и Серегину был знак, не надо, и они все-таки, и там еще пришли на аэродроме, тоже был знак, не надо, полетели, и все, может быть, не надо нам сделать нашу картину, все, я пошел, мне надо ужинать, лекарство пить, С вами были, сейчас, пили, по усам, ничего не попало, счастливо, щель похлебаю, счастливо, приезжайте, мы, наверное, не увидимся, мы, наверное, не увидимся, почему, мы же пока добудемся, потому что, я тут рассказал одному человеку, начальнику, у меня неожиданно, я, опять перед побуждением, я увидел фильм на азербайджанскую тему, вот такой фильм, веселый, музыкальный, в том же сомнении, связанный немного с историей, потрясающие герои, не могу рассказать, сейчас заплачу, до свидания, до свидания, до свидания, я вообще не верю в знаки, я верю в знаки, веришь, да, я, знаешь, я не суеверный человек, и вообще не верю, что ты знаешь, но как-то я по жизни встречаю какие-то моменты, и уже стал обращать внимание на это, что-то произошло, и начинаю, может быть, это просто психология человеческая такая, что ты начинаешь ассоциировать, что-то с чем-то. А я тебе скажу, что когда ты начинаешь думать о знаках, если ты просто... Когда ты начинаешь думать, оно начинает играть. Ты начинаешь, нет, ты начинаешь, ты становишься зависимым от этих знаков, ты решаешься своей свободой. Я не думаю никогда о знаках, как раз-таки я думаю, они уже по прошествии. Как ты относишься к тому, что, вот это интересный момент сейчас, как ты относишься к тому, что, да, в общем, не просто человек, а конкретно очень серьезный профессионал подверг, так сказать, критике наш с тобой сценарий, да, и который очень смутно представляет этот фильм, и вообще ему кажется, что там вот эти эстетику, что ему, это ему не очень удовлетворяет и нравится, и вообще, он скажет, ему это неинтересно, да. Но мы, как два стойких оловянных солдатика, продолжали стоять на своем и говорить, что нет, мы так хотим, и будет так, как мы видим эту картину, да. Я считаю, что если человек все-таки на своих ошибках должен учиться, да, даже не учиться, то есть мне будет обидно больше, если я сделаю так, как он сказал, и не получится, чем если я сделаю так, как я хочу, и не получится. Мне будет меньше обидно, если я сделаю так, как я хочу, и не получится. Понимаешь? И поэтому Надежда Ханну тоже говорит, что вы никогда не советуете никому. Вы можете сказать, что вот здесь неправильно, вы никогда не советуете, что сделать, чтобы было. Потому что если завтра этот фильм будет успешным, это будет успех человека, который сделал. А если он будет неудачным, у этого человека останется в душе осадок неприятный, потому что он послушает тебя, и поэтому этот фильм получился плохо. Но фильм там что-то, не важно. А по поводу другого сценария, который мы обсуждали вчера, вот я тебе сказала, что от маленького акцента, от какого-то штриха в сценарии, который меняется, может измениться настроение, атмосфера, вообще вся история. И у нас это становится совершенно другой. Смотри, вот от одной мелкой детали, да, такой, что в первом варианте сценария им было 60-65 лет, это была совершенно другая история. Она была история людей, которые попали в состояние безысходности, и атмосфера этого фильма, она такая с лёгкой грустью, и ты можешь... Они не что в состоянии безысходности, они уже прожили. Они прожили, им менять уже что-то поздно в жизни, и вот это данность, и они в этой данности находятся. Это вот это. А когда ты меняешь просто их возраст, не 65, а 45 лет, этот сценарий стал совершенно агрессивным. Он стал очень жестоким, когда два человека, которые могут ещё изменить свою жизнь, а у них конкретно идёт война за дом, в котором они живут. Он считается, что да. Этот говорит, что я тебя ненавижу, я откровенно это выражаю, и я тебя ненавижу. Но мы вынуждены жить в этом доме, хотя... Непонятно почему. Непонятно, потому что это их дом, может быть, им просто больше некуда выйти. Это уже другая история. Но они живут, да? Это уже другая история. Понимаешь? Это уже совершенно другая история. Да, ну, естественно. Да, это... Я хочу сказать, что вот такие вот мелкие вещи, как будто история, да, все эпизоды сохраняются, а меняется только возраст героев. И уже другая история. Вот. Такие вот... И у нас тоже самое. И у нас. И у нас ситуация, когда мы просто можем поменять пол ребёнка, мальчика превратить в девочку, и это становится другая история. Потому что там другие настроения, другие акценты, вообще всё другое, понимаешь? Вообще о другом фильме. О другом фильме. О другом фильме. О другом фильме, да. Да, когда... Просто Милан. Да, несмотря на то, что все эпизоды сохранят, это уже другая карта. Фильм о другом. Вот такие есть вещи. Так что, ну, что он тебе скажет? Я не знаю. Я, например, думаю, что мы правильно поступили. Я тоже такую. Хотя, при всём моем уважении к маэстро. Ну, дело в том, что... Да, однако, конечно, что мы поговорили на тему, почему мы не снимаем сейчас кино. Ну, это было ещё одна серия. Да, это было лучше. Но он и не смотрит, он сказал, что ты не смотрел. Он и не смотрит. Понимаешь, человек, который... Он очень субъективен. Такие режиссёры, которые... Вот мы уже говорили, но... Режиссёры, которые очень яркие личности... Да. У них свой мир, свой взгляд, да? Да. И им сложно, может быть, быть педагогом. И мастер-класс, который он проводил для нас, это... Как им у нас в киношколе? То есть он стимул мастер. Как он мастер-класс? Он просто пришёл, рассказал о том, что он сделал. Мы послушали, нам похлопали уши, да? Он же нам не объяснял там приёмы какие-то режиссёрские... Нет, режиссёрские нет. Он конкретно... Я считаю, что в данном случае он конкретно вмешивался в содержание, сценария. А это не правильно. Я думаю... Он вмешивался... Нет, я думаю, что правильно в том случае, когда сценарий написан. Написан ли вообще? Не написан? Или написан недостаточно хорошо? Ты понимаешь, опять я с тобой говорю? Вот педагог, он... Я считаю, что он не должен вмешиваться в содержание. Он не должен предлагать свою линию. Он должен подвести человека к тому, чтобы он понял, где слабинка, да? Опять к Томасу вспомнил. Он стоял, он был на нашей пьёмочной площадке. Он не притронулся ни к чему, да? Я не могу, потому что это ваша работа. Пусть ты первый раз взял камеру в руки. Пусть... Вот это отношение к педагогу. То же самое в Бишкейхурнахбурге. Это... Это значит, что это бережное отношение к индивидуальности. Да. Вот. У тебя есть твоя индивидуальность, и ты должен её проявить. Если ты делаешь грубые профессиональные ошибки, я тебе скажу, что так не делается. Так не делается. Что касается ремесла. А как ты делай, ты должен сам найти договор. Что касается ремесла. А вот когда ты уже выходишь за рамки ремесла, здесь, я думаю, что, конечно, вмешиваться в этот процесс лучше не надо. А вот мастер, который понимает... Вот это, наверное, самое важное. И поэтому я ему сказала о том, что когда, допустим, я имею дело с режиссёром, и когда я его слушаю, я пытаюсь понять его, как он это видит, во-первых, какой он вообще человек, какая у него психология, и что за этим всем стоит, какое его кино. Вот когда я начинаю понимать, какое его кино, и если мне это интересно, тогда я начинаю конкретно под него и буду писать. Он, наверное, не понял. То есть это то же самое, да. Это то же самое. Потому что если ты не видишь не видишь этой индивидуальности, а ты видишь просто штамп, и это не интересно, не хочется. Я его не принимаю во ВГИК, правильно? Я просто могу ему помочь в написании сценария, да. Но мне это не интересно. Мне не интересно, какой бы он хороший человек ни был. Потому что если этот потенциал, ты всё равно чувствуешь, потому что это не чувствовать невозможно, а он идёт на тебя. И где-то изнутри он уходит. Правильно? Он есть. Мы очень много примеров знаем, о которых мы сейчас не будем это перечислять. Масса таких примеров, когда очень хорошие есть профессионалы и ремесленники. Они-то огня. А огня нет. Есть хорошее ремесло. И это обязательно на экране себя проявляю. Поэтому и надо делать то, что ты чувствуешь. Он подверг вообще какой-то критике жестокой Сакурова, да. Ну. Где он сказал, что вообще, ну и что там, то есть, но Сакуров уже Сакуров. А что я тебе говорил, вот фильм этого чувака, как его звать, который снимал портрет, документализм, заборный. Ну вот портрет. Люди, полчаса ты смотришь, как люди стоят и смотрят в камеру. Операторы с ним не хотят работать, потому что это что такое? Я снимаю на видео, я снимаю на кинокамеру фотографии, люди стоят просто, да, и смотрят, ничего, даже не двигаются, никакой мне за на сцену нет. Стоят и смотрят документальное кино. Полчаса ты наблюдаешь там. Так они позируют их камеру. Нет, они стоят, как будто они фотографируются. Да, он сам же снимает камеру. Он им сказал, я буду вас фотографировать. Они ждут, когда вы фотографируете. Они ждут, когда вы фотографируете. Ну что? Да. И вот стоят, стоят. Вот минут три, допустим. Это интересно наблюдать, потому что... Очень, потому что там какие портреты. Потому что они же позируют в этот момент. Лицо России, да. Ты смотришь, чем дальше ты смотришь, там, ази, мотык не ставит, фон какой вообще. И каждый, когда ему говорят, что мы сейчас тебя сфотографируем, он старается... Они стараются выглядеть лучше, сделать... А что это скучно? Очень скучно. Ты три минуты смотришь фотографии, потом еще как Али делал это. Да, да, да. Ну вот и смотри полчаса. Да. И у него три-четыре фильма таких, разные. Ну что, я скажу, что это неинтересно? Я скажу, это неинтересно тогда, когда нет того самого пресловутого чувства, меры, которое у каждого свое. Ну да. У меня свое. Я буду смотреть, и через полминуты скажу, что no, я устала, ну что дальше? Или я могу смотреть совершенно его глазами, и мне этого будет мало. Все субъективно. Иногда бывает и псевдоиндивидуальности, которые просто претендуют на то, что вот у меня такая индивидуальность, я вот так. Хочу, чтобы корова поднималась 15 минут по холму наверх. Да. Да, она идет, и вот посмотрите, какое настроение бывает, когда корова поднимает. Это... Уже современные. Да. Здесь... Я чувствую, что уже режиссер начал уже выпендривать. Выпендривать. Я про это говорю, да. И такие вещи тоже бывают, поэтому... Но, наверное, это чувствуется все равно. Это все равно чувствуют. Вот, наверное, когда не чувствуется, когда все гармонично, когда все на своем месте и столько, сколько нужно, это и... Вот так и получаются, да, хорошие фильмы? Так и получаются. Наверное. Ну что? Мы прощаемся. Прощаемся. Конечно, удивительнейший человек. Очень. Он может еще рассказать уйму, уйму. Уйму, да. Он просто уже не было времени. Да. Как он приехал в Канны. Это вообще фильм антикет. Да. Как он приехал в Канны, как он забыл пленку, как он выпил, потом попал на какой-то корабль, пил там тоже с моряками, потом вернулся на свече, взял эту пленку, приехал в отель, или в отеле его поселили в роскошный номер, а он не понял, что это... Он думал, что... Он попал в прихожку номера, да, а там были двери закрыты. Он не понял, Да, и он не понял, что... Он думал, что вот эта прихожка, где маленький диванчик, он думал, что это его номер, да. И он там переночевал, и утром, когда он хотел покинуть номер, ему только горничная объяснила, открыла эту дверь, и сказала, что номер же там, почему мы здесь ночевали, на этом диванчике. А деньги когда ему вручали? Да, он попал, значит, и он попал, этот роскошный номер, и больше всего его обидело то, что почему я не догадался об этом вчера, потому что холодильник был набит спиртными напитками, о которых он не знал вчера. И когда он получил деньги, когда ему вручили конверт, и там было 250 тысяч, он как бывший уголовник успел на сцене передать этот конверт переводчице, не конверт, деньги. Деньги, а конверт оставил. Конверт оставил, вытащил оттуда, чек на 250 тысяч, отдал переводчице, чтобы она это унесла со сцены, а когда он уже остался с КГБшниками, он им показал пустой конверт, сказал, что не знаю, почему пустой, не в курсе. И они долго домогались до него, и ничего не смогли от него добиться, а потом он не летел в Москву прямым рейсом, а приплыл на пароходе в Одессу, а потом уже из Одессы поехал своим ходом в Москву. Таким образом, он зажал эти 250 тысяч и не отдал государству. Я думаю, что он их там положил в банк, и с собой же он не будет вести этот чек в Советский Союз, по-моему, смысла не было. Наверное, это так было. Ну, в общем, удивительный, конечно, человек. После вот этого всего рассказа, вообще всех этих историй, понятно, почему человек настолько верит во все знаки, во все серии, эзотерику. Потому что он сам не верит в эту историю, Эльдар. Так раз, если ты снимешь этот фильм, ну, что это, американское какое-то надуманное кино. Да, но это не надуманное, это на самом деле было, и он сам сейчас вспоминает и все, он думает, что нет, такого быть не может, это просто знаки какие-то. Так он же говорил, я здесь сценарий «Замри, умри», вы целы, убрал много эпизодов, которые настолько удивительны своей реальностью, что не веришь, что это может случиться. Я потом убрал. Вот, в общем, у нас был Виталий Каневский, Ирада Багирзадера и Эльдара Альберсоны. В чердачных ночи. В чердачных беседах. В чердачных беседах. Пока. Пока.